Добрый вечер! Добрый вечер! 25% пойдет на реанимацию силового блока – это казармы и тюрьмы. Еще 20% направят на развитие электротранспорта. Президент особо отметил – в приоритете так называемые переходящие объекты, те, на которых работы уже начали. Например, в столице самый масштабный проект – Екатерининский парк. В рамках реализации данного проекта в этом году у нас планируется строительство фонтанного комплекса, а также благоустройство сквера Диволана в рамках Екатерининского парка. К слову, будущий парк займет территорию более 19 гектаров. В планах уже к лету запустить поющие фонтаны, а сейчас делают вход в виде арки на Голубую аллею. Там же установят памятник самой императрице Екатерине. Предлагает глава столицы в следующем году решить вопросы и со спальными домиками в лагере «Спартак». Цена вопроса – 6 миллионов рублей. На эти деньги можно построить 26 новых помещений. В Бендерах, внимание, в 2020-м уделят микрорайону «Северный». Я думаю, что это все-таки больше политический вопрос. Рядом находится село Варница и есть определенный отток детей по школам, детским садам в данный населенный пункт. Там четыре объекта социальные и инфраструктурные. Это школа 17-я, наш детский сад молдавский, это ДДЮТ, это единственный дом культуры, детский дом юношеского творчества, где по лимитам есть превышение детей, занимающихся в этом ДДЮТ. Это неплохой показатель. Ну и четвертый объект, в этом году он будет уже, в принципе, сдан, его можно не учитывать. Это физкультурно-оздоровительный комплекс. С первого августа мы его сдадим, но вот эти три объекта, детский сад, школа и ДДЮТ, их надо включать в программу. Школы, детские сады, дома культуры и больницы. Везде проблемы почти одинаковые. Протекающие крыши, старые окна, отсутствие отопления или устаревшие коммуникации. С ситуацией лично знаком президенту. Он не так давно объезжал потенциальные объекты программы капвложений. Краснооктябрьская школа, тоже социокультурный центр в этой школе мы создали. Значит, там все сейчас в этой школе. И школа, и клуб, и сельский совет, и касса, и почта, все. Мы сложили, крыша там плохая, течет, и фасад никудышный. Его нужно сделать, будет нормально там. Отдельное внимание объектам медицины в селах в том числе. Там продолжат реанимировать врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Приведут в порядок поликлиники и приемные отделения. Ждет перезагрузка и станции скорой помощи. Ремонт, проектирование центров скорой медицинской помощи. Мы сейчас готовим программу. Конкретно наш республиканский центр в Тирасполе. Он просчитан пока на 9 миллионов рублей. Это грубо. Мы готовим визуализацию с размещением машин скорой медицинской помощи. Здесь предполагается строительство комплекса гаражей. Мы порядка 50 машин планируем приобрести в этом году. Их надо где-то размещать. Сейчас у них все в аварийном состоянии. Окончательный список объектов на 2020-й правительство сформирует к 1 июня. А пока расширяется программа к обложению этого года. Например, учреждения, которые начали ремонтировать еще в 2018-м, продолжат путь к перезагрузке. Это реабилитационный центр для инвалидов, Бендерская школа-интернат, центр реабилитации детей в Дубоссарах. Сдадут в этом году и обновленное инфекционное отделение Рыбницкой больницы. В 2019-м новую жизнь получат два спортивных объекта в Бендерах. Это грибная база и бассейн «Дельфин». А еще предусмотрят средства на газификацию домов защитников Приднестровья и закупят 8 квартир для инвалидов.